Посмотрю, скажу. Увидел тебя хорошо. Молодой-то ты какой еще. Сколько тебе? А мне 72 уже исполнилось. Ребятушки. А ты еще пацан. Обратно поедем. Да, с автографом. Да, обязательно. У меня есть, но я еще одну с автографом. Эльдара Ивановича. Вот смотрите, пошли. Вот пойдем ради интереса. Пройдем на центральное место. А вон они идут, ямка за ямкой. Ага. Уперли. Не, ну здесь камни брали. У меня есть рассказ про слепого. Кто уже прочитал книжку-то? В Южакова жил слепой мужик один. Ну я пацанов в магазин пришел. Тут спрашиваю, вот дяденька, который камнями занимается. Те. Со Свердловского, гляди-ка, пацан. Тут у нас уж никто про камень это ничего не знает. А вот тут слепой есть. Он раньше-то был. Показали мне. Я, значит, к нему пришел. Он меня. А что тебе вроде надо-то? Я говорю. Так вот, вы, говорят, камнями разбирайся. Какие камни? Слепой же я. А бабка вышла. Да что ты мальца-то пугаешь? Все у тебя. Все ты помнишь, все знаешь. Ну и вот. И начали чай пить тут все. Открывает сундук, достает чулок. Слушай, я потихо еще не видел. Вот куриное яйцо, полностью граненое, аметист. И оно на блюдечко положило, солнечный день. Будь катает и по всей комнате, знаешь, когда новогоднюю ночь. Блюки. Как елка новогодняя, да? А бабушка-то, бабушка-то стоит с ним рядом и говорит. Это ж эко-красота-то какая. Вот гляди-ка, что делается вот в земле, сама Богом рождена. А ведь это какие человеческие руки-то приложить надо, чтоб эко-красоту-то сделать. Такая бабка интересная. А он, значит, не видит, а говорит. А ведь правда, гляди-ка, как мерцат все. Достал вот такую призму топазово, из голубого топаза, призма. И по всем граням призмы, огранка сделана. Спасибо. Спасибо. Спасибо.